Потому что Эрдоган очень старый политик, опытный, он крутит и так, и сяк, ему надо из Путина деньги выжить, поэтому он не готов сейчас прям разрывать все это, но стратегический его курс, это те же самые устремления, которые очень понятны Украине, есть база для союза. Если этот союз или какое-то понимание будет установлено, то вообще появляется уникальная совершенно ситуация, когда с одной стороны мы будем видеть создание польско-украинского межуморья, большого союза восточноевропейских государств, включая сюда потом Белоруссию после Лукашенко, Прибалтику уже сейчас, может быть Скандинавия, потому что англичане очень это ломбируют. За спиной Великобритания, дальше выход в Индийском океане, это Индия, экономические связи с Великобританией колоссальны, позволяют англичанам нащупать почву под своей огромной головой финансово-интеллектуальной, а экономической базы-то у него нет, тела-то нет экономического, где Британская империя? Ее нет. Вот они будут так ее пытаться восстановить, чтобы иметь вот огромный Лондон, это центр финансовый мировой, но под ним ничего нет. Они вошли в Европу, ничего не получилось, вышли из нее, но без такого экономического тела они не смогут самостоятельность получить в мировом масштабе. Вот они пытаются его создать. И вот такой вот цепь союзов, с одной стороны Скандинавия, значит, в Межуморье, дальше Пантуран, еще там Индия за спиной, с Британией. Получается сила, с которой придется считаться, это очень хорошо просчитываемый проект, который в Великобритании всерьез пытаются осуществить. И что самое интересное, если они его осуществлят, то Соединенные Штаты совершенно не будут против, потому что они тем самым решат главную головную боль американцев. А что будет на Востоке, вот какая большая сила будет сдерживать Китай? Пока американцы говорят, да это Россия, она же никуда не денется, поэтому давайте не будем заставлять Россию слишком страдать, не надо нам, чтобы Украина слишком здорово победила, там очень много таких голосов в США. Но если реальностью станет проект Великого Турана и здесь Межуморье, две эти силы вполне способны полностью заменить Российскую империю на большой шахматной доске геополитики.